Приветствую! Вновь в нашем эфире честь, слава и хвала принадлежит нашему Господу, а мы в нем. Мы воздаем ему славу, потому что он возлюбил нас, и он покрыл нас своей любовью, своим благоволением, своими милостями и щедротами, и он изливает свою благодать на нас особым образом. Если наши сердца открыты, чтобы даром принимать его благословение, даром принимать его благоволение, то мы в этом возрастаем и принимаем от него множество-множество его благословений. Слава Господу! Приветствую всех телезрителей, приветствую тех, кто смотрит нас в интернет, вещание, также тех, кто является другом, служителем, поддержкой через общину Дом Веры. Приветствую вас, дорогие друзья! Если телезрители вы еще не знаете, не знакомы с интернет-общиной Дом Веры, то добро пожаловать, присоединяйтесь, нас легко найти в интернете, домвера.ру. Пожалуйста, будьте с нами. Мы каждый день проводим эфиры, встречаемся и прославляем Господа и пребываем в Священном Писании. Слава нашему Богу! Итак, дорогие друзья, сегодня мое огромное желание поделиться с вами одной удивительной, самой, я бы сказала, наверное, древней песней, песней любви. Мы с вами знаем, что в книге Библия, во всей этой книге, где помещено 66 книг, 66 посланий от разных авторов, есть потрясающая книга «Песня песней». Она так и называется «Песня песней», потому что эта книга воспевает, она как бы над всеми песнями есть, особая песня, она самая такая сильная, которая раскрывает нам некую тайну, тайну любви, тайну любви Бога и человека. Но я сегодня не буду говорить о песне песней, потому что в Библии есть другая песня, которая еще раньше была написана до Соломона, ту песню, песню написал Соломон, царь, богатый царь Израиля, и это удивительная песня, но есть песня, которая написана Давидом. Это песня, песня любви, песня пророческая, и она была написана гораздо раньше, во времена, когда жил Давид. И эта песня помещена в 44-м псалме, 44-й псалом. И вы знаете, читая этот псалом, сегодня мы его прочитаем, сегодня мы на него посмотрим, может быть, для кого-то это будет новый ракурс, чтобы увидеть что-то новое в этом псалме. И я прошу вас, приготовьте ваши сердца для того, чтобы узреть некие образы, некую красоту в этом псалме. И знаете, когда мы читаем этот псалом, конечно, слова его восхитительны. И на примере царской свадьбы отношения, кто такой царь и кто его невеста в этом псалме, мы видим аллегорию, которая сокрыта здесь, таинство, которое сокрыто в этом псалме. И когда Давид пел этот псалом, возможно, он был вдохновлен, невозможно, а точно, он был вдохновлен от Духа Божьего. И он воспел и описал как бы в деталях брачную церемонию венчания царя и его невесты. И это царица, и это царь, это Иисус, а царица – это его церковь. И то, что мы с вами видим на земле, всё, что есть на земле, Бог удивительным образом и во всём Писании, и в нашей жизни, через все образы, которые мы видим, поместил своё послание, своего сердца к человеку. Всё через эти образы, через творение мы можем созерцать его величие, его красоту. И то, что в Писании сокрыто, всё Бог настолько продумал. Удивительно, когда мы читаем сегодня Старый Завет, мы раскрываем образы, которые спрятаны для нас, чтобы мы могли видеть через познание Иисуса Христа всю его красоту, всё его величие, все его достоинства, и ещё больше в него влюбляться, потому что он первый нас возлюбил. И именно в этом формате, в этом ракурсе мы сегодня с вами посмотрим на Псалом 44, на эту потрясающую песню любви. Итак, я прошу, приготовьте этот Псалом. У меня сегодня здесь две Библии, Библия синодального перевода и Библия современного перевода. Возможно, я буду кое-что даже смотреть в современном переводе, но мы будем двигаться в основном по формату синодального перевода. Поэтому, дорогие, начнём читать 44 Псалом и размышлять, что же за секреты сокрыты в этом Псалме. Итак, Псалом 44. Начнём со второго стиха. Со второго стиха. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю песнь моя о царе, и язык мой трость скорописца. Первый, этот второй стих говорит нам о неком восторге, который переживал Давид, и который мы, читая этот Псалом, тоже можем переживать. Когда мы читаем этот Псалом, я буду говорить и о Давиде, и о нашем восприятии. Излилось из сердца моего слово благое. Из сердца моего льётся, из моей внутренности льётся эта песня. Знаете, когда человек поёт какую-то песню, и он её прочувствовал, он... Особенно это относится не просто к какому-то повествованию, я вам расскажу сейчас, что случилось тогда, так-так-так-так-так-так. А это, знаете, это изнутри льётся эта песня, потому что любовь рождается в сердце. Когда мы влюбляемся в кого-то, например, когда мы влюбляемся, юноша влюбляется в девушку, или девушка влюбляется в юношу, это некое особое переживание, которое приводит, если оно сохраняется, если это не просто вспыльчивость какая-то, знаете, сегодня люблю, завтра уже не люблю, но если это действительно глубокое чувство, то это приводит к результату брачного союза, соединению двух жизней, это любовь. И поэтому я вот, когда вспоминаю, могу вспомнить свои юные годы, когда я была влюблена в красивого, молодого, энергичного, славного юношу. И этот юноша стал потом моим супругом, мой благословенный супруг. И когда я влюбилась в него, то мое сердце, оно трепетало, оно колыхалось, оно было наполнено пламенем, жаждой общения, жаждой любви. И видя его, встречая его, мои глаза горели, я хотела думать о нем, я хотела любить его, хотела смотреть на него, слушать его. Мое сердце было переполнено этой любовью. И здесь мы видим тоже, излилось из сердца моего слово благое. И когда сердце наполнено любовью, то слова исходят из сердца, слова любви. Слова благие, слова добрые, не слова унижения, не слова оскорбления, а сердце наполнено любовью, и хочется эту любовь изливать. Я говорю песнь моя о царе, и здесь мы видим, что начинается, рождается из сердца песня о царе, или, можно сказать, о нашем Господе, о возлюбленном прекрасном Сыне Божьем Иисусе Христе. Я забегаю наперед и сразу говорю, что да, это песня об Иисусе, о царе всех царей, о возлюбленном. А язык мой трое скорописца, то есть язык мой, он, как, знаете, писались послания, как письма писались, и искусный, тот, кто писец был, специально такая была профессия, они писали, они выводили слова, они выводили чернилами и передавали. Так вот точно язык, он передает это послание, наш язык передает это послание любви. И посмотрите, что говорит нам третий стих. Мы можем видеть вокруг нас много красивых людей, красивых парней, красивых девчат. Мы можем видеть, и когда мы влюбляемся для нас, этот человек среди других юношей, все остальные юноши меркнут, а вот он один, единственный становится твоим идеалом. Я говорю о человеческих взаимоотношениях страстной любви между супругами, будущими супругами между парнем и девушкой, когда они влюбляются друг в друга. Но этот образ, какие бы ни были красивыми люди, какие бы они ни были талантливыми, нас восхищают их таланты, восхищают, может быть, внешний вид, восхищают, может быть, какая-то активность этого человека, какая-то способность говорить, по-разному мы реагируем. Но эта личность, она превзошла всех сыновей человеческих. Сын человеческий, с большой буквы, Сын Божий Иисус. Знаете, читая этот псалом, мы можем вновь и вновь видеть Иисуса и влюбляться в Него. Ты прекраснее всех сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Знаете, из уст нашего Господа излилась благодать. Что такое благодать? Это незаслуженное расположение. Это Его внимание, это Его милость, это Его любовь, это Его прощение. Она излилась из Его уст, она излита к нам через Его Слово. Его уста изливают Слово. И это Слово, оно исцеляет нас. Его Слово, которое Он говорит сегодня в нашу жизнь через Своё послание, через Библию, через личное водительство Духа Святого внутри нас, это Слово, оно нас обогащает, оно нас вдохновляет, оно нас не уничтожает. Даже если Он назидает нас, даже если Он исправляет нас Своим Словом, Он говорит это в такой любви, что наше сердце тает. И поэтому благословил тебя Бог навеки. Тебя Бог благословил тебя Бог. Благословил тебя Иисус, Бог Отец твой. Мы знаем, что Бог возлюбил этот мир, отдал Сына Своего и превознес Его имя выше всякого имени, потому что Он был послушен Отцу. Поэтому из-за того, что из Него излилось Слово Благое, и одно из слов, которое сказал Иисус, Он сказал, вот я, я пойду, я пойду и умру за людей, потому что я их люблю точно так же, как любишь их ты, Отец. И я приду в этот мир и отдам свою жизнь, отдам своё тело за эту любовь. И поэтому благословил тебя Бог навеки. Из-за его послушания Бог благословил его. И теперь идёт описание Иисуса. Мы прочитаем 4, 5, 6 стихи. Припаяшь себя по педру мечом твоим, сильной славою твоею, красотою твоею, и в этом украшении твоём поспеши восядь на колесницу ради истины, кротости и праведности. И десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут перед тобой, они сердце врагов царя. Здесь мы остановимся. Идёт описание достоинств Иисуса Христа. «Припаяшь себя по бедру мечом твоим». Меч. Что такое меч? Меч – это был символ силы, которые одевали воины. И в данном формате, в данном ракурсе идёт описание того, что Иисус, Он сильный. Видите, дальше идёт мечом твоим сильный. Идёт обращение, указание на то, что Он является победителем. И Иисус – победитель. Его орудие, орудие праведности, кротости. Смотрите, слава твоя и красота твоя – это Его достоинство, это Его победа, то, что Он победил врага, Он победил дьявола, мечом своим. Он победил его словами уст своих. Он меч – это символ власти, силы, победы, которую одержал Иисус над врагом. Он сильный, потому что Он победитель. Славой Он наполнен славой, Он окружён сиянием, Он славный Бог. Вся слава принадлежит Ему. Это значит, все почести, всё внимание принадлежит Ему. Он окутан славой, Он окутан сиянием и красотою твоею. И Иисус наш облечён в силу, облечён во власть. Он наполнен славой, Он наполнен красотой. Он самый красивый, Он самый восхитительный. И нет в нём ни пятна, ни порока, нет в нём никакого недостатка. Он есть идеал совершенства. И это Его украшение, это Его послушание, это Его кротость. Посмотрите, потому что дальше, об этом дальше написано. В этом украшении поспеши, восядь на колесницу. То есть прояви себя, выдвини себя. Колесница – это передвижение, это покажи себя. Ты в своих делах себя показываешь. Посмотрите дальше. Ради истины, кротости и праведности. Истина, кротость и праведность. Они… Это мы продолжаем читать 44-й Псалом, это 5-й стих. Истина, кротость и праведность – это достоинство нашего Царя, достоинство Иисуса. Он кроткий, он не наглый, он не дерзкий, он не жестокий. Он кроткий, что он может смирить себя, чтобы служить нам. Кто сегодня из правителей, из начальников служит своим подчинённым? Это редкие случаи, когда мы можем видеть, в основном, не выполнил работу, пошёл вон. Никто не будет склоняться и омывать нам ноги. Но есть единственный, тот, кто кроток, чтобы смириться и помочь нам подняться, когда мы упали. Тот, кто не добьёт нас, а наоборот поднимет нас – это наш Царь Иисус. Ради истины, ради справедливости, Он единственный, кто справедлив. Он единственный, кто не берёт никакой мзды, никакой взятки и не будет оправдывать виновного и обвинять невиновного. Он тот, кто творит всё справедливо и милость которого превозносится над судом праведной. Десница твоя покажет тебе дивные дела твои. То есть десница – это руки его. Руки его творят чудеса. Он показывает дивные дела в нашей жизни. Его руки творят чудеса в нашей жизни. Мы видим с вами, как он нас благословляет, как он нас защищает, как он выводит нас из различных тупиковых ситуаций. Аминь. Это он. Остры стрелы твои. То есть это когда он пускает свои стрелы, народы падут перед тобою. Он попадает прямо в сердце. Он привлекает вниманием. Он привлекает стрелами любви своей, внимания к себе. Он привлекает народы. Народы падут перед ним. Все народы поклонятся ему. Все. Потому что они будут поражены. Самое сердце его любовью. Его заботой. Его вниманием. И царство Иисуса Христа – это царство любви, царство добра, царство милосердия. Нет другого такого царства на всей планете Земля. То, что понастроили народы, то, что понастроили сегодня цари. И во все исторические эпохи мы видим, что цари, они жестоко властвовали, они облагали налогами. Они ограбили людей. Они брали сыновей. Они насиловали дочерей. Их правление жестокое, наглое, насильственное. Но правление Иисуса – оно правление любви. «Престол твой Божий вовек». Следующий стих мы читаем. 44 глава Псалом, 7-8 стих. «Престол твой Божий вовек. Жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие, поэтому помазал тебя Божий, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих». Здесь речь идет опять об Иисусе. У нас не так много времени остается, но у меня еще так много стихов. И я хочу сегодня этот Псалом полностью, чтобы мы его увидели и рассмотрели его. «Его престол вовеки». Он возлюбил правду, возлюбил праведность, возненавидел беззаконие, отвергает всякий грех и победил грех. Он возненавидел грех не просто, что отвернулся от грешников. Нет, он ненавидит грех, и поэтому он пришел, чтобы умереть за грешников, потому что он любит людей, ненавидит грех. Он не хочет, чтобы грех господствовал в жизни человека. Он желает, чтобы праведность пришла в нашу жизнь, потому что праведность, она нам приносит удовольствие, грех нас разрушает, мы ненавидим грех, нам он неприятен, нам неприятно, когда мы совершаем какие-то ошибки, какие-то проступки, и нам самим от этого плохо, но он любит праведность. Бог помазал его елеем радости. Наш Иисус самый помазанный, радостный человек. Он радуется, глядя на тебя, он радуется от тебя, что ты его дитя. Его радость переполняет его сердце. Читаем следующие стихи, у нас мало времени остается, и хочется довести до конца этот псалом. Читаем дальше, 9 стих. Все одежды твои, как смирно и алой и кассия, из чертога в слоновой кости увеселяют тебя. Здесь заканчивается речь о Писании Царя, Господа нашего Иисуса Христа. И следующие стихи будут относиться к церкви и к спасенным народам. Все одежды твои, как смирно, то есть его одежды, он покрыл себя одеждами праведности, чистоты, приятного благовония. Это одежды и смирения, и благовония, и из чертога в слоновой кости. Слоновая кость это было очень дорогое средство, ресурс, которым пользовались, и слоновые кости делали, какие-то даже троны делали, увеселяют тебя. То есть это приносит ему восторг и радость. И переходим к следующим стихам. Прочитаем несколько стихов. Сейчас попрошу вас, будьте внимательны. Десятый и следующий стихи. Дочери царей между почетными у тебя стала царица, одесную тебя в афирском золоте. Слушай, дочь, смотри, преклони ухо твое, забудь народ твой и дом отца твоего. Возжелай царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. Эти стихи говорят нам о невесте Иисуса Христа, о его церкви. Идет обращение дочери царей между почетными у тебя. Те, кто последовал за Иисусом, они обретают почесть. Почесть на небесах, почесть перед ангелами. Они обретают, помните, об одном кающемся грешнике радуются ангелы. Все небо радуется, когда мы обращаемся к Иисусу, когда мы рождаемся свыше. Дочери, они почетны. Встала царица, одесную тебя в афирском золоте. Царица – это церковь Иисуса Христа, которая будет рядом с ним. Как Иисус воссел по правую руку Бога Отца, так сегодня церковь находится по правую руку Иисуса. Она царица, она обличена в афирское золото. Это самое красивое золото, это была пошита одеждой из золота. Золотыми нитями были пошиты эти одежды. Это одежды праведности, одежды чистоты. Это золото, это символ праведности. Она в этой одежде. Смотри, преклони ухо твое, послушай, послушай, дочь, посмотри, посмотри на того, кто искупил тебя. Обращение к церкви, помни, откуда ты вытащена была царем, который возлюбил и возжелал тебя. Ухо твое преклони, прислушайся, услышь этот зов, то, что Господь говорит тебе. Забудь народ твой и дом отца твоего. О чем здесь идет речь? Знаете, когда невесту брали из дома отца, забирали ее из ее семьи, всегда вот из семьи нужно забрать девушку, и она становится возлюбленной, она становится женой того, кто ее полюбил. Тот, кто отдал за нее свою жизнь, он ее взял из этого дома. И поэтому она не может уже жить принципами того дома. Она уже не может смотреть в то прошлое, которое было у нее. Она теперь смотрит на того, кто возлюбил ее. И вместе с ним она строит новую семью. Поэтому, дорогие, в брачных отношениях очень важно, когда девушка уходит из дома отца своего, она прощается с этим домом. Очень важно, чтобы она попрощалась, забыла те принципы, те правила, те устои, которые были в этой семье. Как Аврааму Бог сказал, выйди из ура халдейского, забудь то язычество, которому ты принадлежал. Теперь ты будешь иметь новые отношения с Богом. Это было сказано Аврааму. Точно так же нам сегодня забудь этот мир, забудь его красоты, его суету, его пагубность, его нечестие. Забудь все, что было в этом мире, все, что было в твоем прошлом. И соедини себя с царем, потому что он возжелал тебя. Он Господь твой, он возжелал царь. Дом отца твоего, народ твой забудь. Возжелает, 12 стих этого же псалма, «Возжелает царь красоты твоей, царь возжелал твоей красоты». Знаете, когда жених, юноша влюбляется в девушку, он желает быть с ней, он влюбился в нее, он оценивает ее красоту, ему нужна она, потому что он Господь твой, ты поклонись ему. Царь возжелал нас, он возлюбил нас, он возжелал нас, и красота – это его облачение, которое он же нам и дал. И красота твоя – это то, что в нас заложено Богом, наш дух. Богу не безразличны мы, его творения. Поэтому он желает нас, он Господь наш. И наша простая задача – это просто согласиться с ним, поклониться ему, поклонись ему. То есть согласись с тем, что он Господь, отдай ему честь. Поклонение – это поклон, это мы воздаем ему честь и славу. Поэтому поклонение, оно очень важно в нашей жизни. «Дочь Тира» – 13 стих мы читаем дальше. «И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое». Посмотрите, он делится своей властью со своей церковью. Поэтому он дал нам право власти. Поэтому сегодня именем Иисуса мы можем не провязгать замыслы врага. Поэтому именем Иисуса мы сегодня наступаем на вражью силу, на болезни, на проблемы. Именем Иисуса мы поражаем врага, потому что он уже поражен. Посмотрите, все дары и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Все дары народов будут принесены к ногам Иисуса и церкви, когда он будет царствовать, когда он будет править. И вся слава, 14 стих продолжаем. «Вся слава чери царя», то есть вся слава дочери царя, внутри, вся слава дочери внутри, одежда ее шита золотом. 15 стих. «В испещренной одежде», посмотрим, что здесь написано, 15 стих. «В расшитой одежде», то есть она расшита, вся одежда ее золотом. «Ведется она к царю, за ней ведутся к тебе девы, подруги ее, приводятся с весельем и ликованием, входят в чердог царя». Здесь речь идет, дорогие, о брачной вечере, о сочетании, о соединении царя и царицы. Тот брачный пир, который будет, этот процесс венчания, бракосочетания, который состоится на небесах, состоится у Иисуса с его церковью. И она вводится в чердоги царя. Кто готовит невесту для сына? Отец. Отец небесный готовит церковь. Дух святой, посланный от Отца, от Иисуса, сегодня трудится над сердцами верующих детей, готовя их, преобразуя их в образ Иисуса. И в этой одежде праведности, изшитой золотом, шикарной одежде, которую дал нам царь, одежды праведности, помните, пророк Исаия пророчествует, что украшением твоего вместо пепла будет шикарная одежда. И эти одежды праведности на нас одевает царь. Она ведется к царю, за ней ведутся девы, подруги ее. Вы помните этих пять мудрых дев, которые ведутся вместе с ней? Это те, которые будут вместе с невестой. Они придут, они, может быть, не достигли совершенства, но они будут спасены, они будут вместе с невестой, вместе с церковью, вместе с царицей, ведутся к царю. В веселье они приходят, в ликовании они входят в чертоги царя. В место, где правит Иисус, где будет это бракосочетание, будет радость, веселье, восторг. Уже сейчас здесь, соединяясь с Иисусом внутри нашего сердца, мы имеем эту радость и восторг. И 17-й и 18-й стихи. «Вместо отцов твоих будут сыновья твои. Ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в рот и рот, поэтому народы будут славить тебя во веки и веки». Брачная вечеря, венчание. Иисус соединился со своей церковью. Вместо отцов твоих, от этого соединения, когда юноша соединяется с девушкой в брачном союзе, когда они через любовь соединяются в интимных отношениях, рождается новое потомство. И от того, что мы соединяемся с Господом, мы будем производить новый плод. Помните, мы говорили о лозе и о веточках. Когда мы привиты к Иисусу, растет новый плод. Новый плод. Уже нет того старого, что было в том отцовском доме, в той земле, из которой нас взял Господь. Но уже есть новый плод, новые качества отношения любви, плод духа. Вы помните, написано Галатом в пятой главе. Не помню, путаюсь, уже тороплюсь. И это плод духа. Ты принесешь новый плод. И будут рождены новые народы, будут рождены новые люди, которых ты поставишь править всей землей. Это спасенные народы. Это князья, которые будут править в тысячелетнем царстве. Я так думаю, будут править над всей землей. И имя Иисуса, и его церкви будет памятна в роды и роды. Народы будут славить тебя. Ты тот, Иисус, которого желают все народы. Ты тот, который будешь править нами в справедливости, в кротости, в любви, в смирении, в чистоте. Тот, которого мы ждем. Потому что то, что мы видим на земле, это все разрушает землю и людей. Но когда придет тот единственный, и он воцарится, и вместе с ним будет править его церковь, тогда на земле будет мир, будет устроено тысячелетнее царство. И это будет длиться во веки и веки. Во все роды и роды. И народы будут славить Иисуса. Все народы преклонятся перед именем Иисуса. Все нации преклонятся перед Иисусом. Он достоин всей славы. И сегодня мы с вами преклоняем наши сердца. Преклоняем наши ухо, чтобы слышать его. Преклоняем наши сердца, чтобы покоряться ему. Чтобы соглашаться с ним, с его волей. Потому что его воля для нас и благая, и угодная, и совершенная. Престол его утвержден во веки. Престол его основан на его жертве. На его жертвенности, на его любви, на его упрощении, на его снисхождении. Как нам хочется, чтобы в нашей жизни был тот, который любит нас. И он есть у нас. Может быть, мы не так сильно испытываем любовь со стороны наших родных и близких. Может быть, они не до конца способны проявить эту любовь. Но есть тот, который любит нас бесконечно, безгранично, без условий. И это наш возлюбленный Господь Иисус Христос. На этой любви основаны наши взаимоотношения с ним. Дорогие, наш эфир сегодня подходит к концу. Мы воздаем всю славу нашему Господу. Он достоин. Это песня любви. И знаете, эту песню можно петь. Иногда хочется взять гитару или аккомпанемент и просто петь эту песню. Воспевать славу и хвалу нашему Господу. И взлилось из сердца моего слово благое. Язык мой, язык мой трость скорописца. Песнь моя о царе. И мы поем нашему царю. Вы можете петь этот псалом. Очень здорово, когда мы открываем псалмы, мы можем их пропевать. Особенно, если вы любите петь или включать музыку и поклоняться нашему Господу. Пусть это песнь любви, которая раскрывает нам гармонию взаимоотношений в церкви и ее возлюбленного, царя царей, Господа Господ и Иисуса Христа. Пусть эта любовь, она изменяет наши сердца. Мы ему воздаем всю славу. Он достоин. Аллилуйя, Господь. Слава, слава, слава тебе. И мы заканчиваем этот эфир славословием, хвалой. И излилось из сердца моего слово благое. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Пусть ваши сердца расцветают в этой Божьей любви. Прощаюсь с вами сегодня. Да благословит вас Господь. Увидимся с вами в следующих эфирах. Всего доброго. До свидания. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал MaximCNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры сделал DimaTorzok